Всем привет! Вы на канале Процветок, с вами я Пашкевич Анна. И в этом видео мы обсуждаем такую тему, как правила посевы свеклы. Первое, на что хочется обратить ваше внимание, это то, какое место на участке вы отведете для свеклы. Поскольку свекла является относительно теневыносливым растением, то, соответственно, и место на участке должно быть более солнечно освещенным. Установлено, что интенсивность окраски корнеплодов, как рост, развитие, формирование, завязывание, напрямую зависит от количества солнечного света. Поэтому обязательно постарайтесь найти максимально освещенные участки для посева свеклы у себя на огороде. Вторая особенность, которую необходимо учитывать при высеве свеклы, это то, какого характера у нее семена. Биологически сложилось, что семена свеклы, они называются клубочек, несут в одном семени несколько ростков. Поэтому свекла в основном всегда многоростковая. От трех до четырех ростков дает именно одно семя. Но есть свекла одноростковая. Например, очень хороший белорусский сорт, который носит красивое название господыня. И в зависимости от того, у вас будет многоростковая или одноростковая свекла, будет определяться и расстояние между семенами, которое вы будете оставлять при высеве их в грядку. Если мы будем высевать одноростковую свеклу, то тогда и расстояние между семенами будем оставлять поменьше, порядка двух сантиметров. Если мы будем говорить про стандартную многоростковую свеклу, то тогда расстояние между семенами будет составлять 3-4 сантиметра при посеве. Третья особенность, которую мы учитываем при высеве свеклы, это почва, в которую мы будем вносить наши семена. Если мы почву не подготовили с осени, что желательно, то тогда обязательно готовим ее сейчас весной. Также не забываем вносить полный комплекс удобрений, это азот фосфор калий, и помним, что если мы будем вносить весной под основную перекопку или вспашку свежий навоз, то, как правило, корнеплоды, которые развиваются в земле содержанием свежего навоза, впоследствии будут разветвляться, и таким образом товарность корнеплодов будет теряться. Поэтому будем вносить или хорошо перепревший навоз, или компост, или биогумус. Четвертый пункт, который мы обязательно включаем в это видео, это схема подкормок свеклы, для того, чтобы она хорошо нарастила сначала вегетативную или листовую массу, и затем во второй половине лета нарастила хорошие товарные корнеплоды. Схема будет очень простая, это три подкормки. Первую мы будем проводить в среднем через две недели от момента всходов наших корнеплодов, это будет азотсодержащее удобрение. Очень хорошо для этого будет подходить аммиачная селитра. Из расчета 10 грамм растворяем на 10 литров воды и проливаем в наше растение. Вторую подкормку, которую мы обязательно предусмотрим для нашей свеклы, это калийно-фосфорная подкормка, и в среднем она будет через месяц от момента всходов наших семян. Это будет, например, 20 грамм двойного суперфосфата, 20 грамм сульфата калия, растворяем все в 10 литрах воды, достаточно насыщенный минеральный раствор, проливаем нашу свеклу для того, чтобы снова стимулировать и поддерживать нарастание листовой массы. Третья подкормка, которая будет очень важна для свеклы, она будет калийная и будет проводиться в среднем за месяц до того момента, как мы будем уже доставать корнеплоды из почвы. Зачем именно калийная подкормка? Для того, чтобы корнеплоды хорошо завязывались, хорошо росли, для того, чтобы в них шло достаточно хорошее накопление сахаров и для того, чтобы они хорошо хранились. В качестве хорошего источника калия снова можем использовать сульфат калия из расчета 20 грамм на 10 литров воды и снова будем проливать нашу свеклу по влажной почве. Пятое, заключительно, это сроки созревания свеклы. Обязательно обращайте внимание на то, какие сорта или гибриды вы подбираете для посева у себя на огороде. Соответственно, сроки созревания корнеплодов будут определять и время их хранения. Если мы будем высевать свеклу ранних сроков созревания, а это, например, может быть такой сорт, как египетская плоская, это 80-100 дней от момента посева до момента развития корнеплодов и такая свекла в среднем будет храниться полгода, то есть ориентировочно до конца февраля месяца. Корнеплоды среднего срока созревания это 100-120 дней, например, таким относится сорт бордо, будет храниться еще на месяц дольше, то есть в среднем 7 месяцев. И, например, свекла позднего срока созревания, к которой относится всем известная цилиндра, будет храниться 7-8 месяцев. То есть таких корнеплодов хватит на майские июньские холодники следующего года. Обязательно учитывайте эту информацию, принимайте правильное решение, оставайтесь на канале про цветок, не забывайте про подписки и лайки. Всего вам хорошего и до новых встреч!